Рассказываю вам, что было. Ну, если что, там есть свой пункт, давай мы поднесем. Приветствую, дорогие друзья. Сегодня, ну, вчера мы, вчера я приехал сюда в Минск, непосредственно для встречи с Анатолием Эдуардовичем, чтобы задать вопросы. Вчера мы это отснимали. И сегодня, я бы сказал, такая удача. У нас сегодня здесь, в гостях не у нас, а у Анатолия Эдуардовича, человек, который является последователем Альтшулера по теории решения изобретательских задач. И я бы попросил сейчас Анатолия Эдуардовича, чтобы он представил этого человека. И мы сегодня проведем вот такую беседу в дружеской обстановке. И вообще побеседуем на тему струнного транспорта. Да, сегодня у нас в гостях Михаил Орлов. Это мой старый друг. Мы знакомы уже больше 20 лет. Он живет сейчас в Германии, в Берлине. Он дважды доктор технических наук. И он развивает теорию решения изобретательских задач и продвинулся в этом далеко вперед, дальше, чем Альтшулер, так скажем. Потому что у него свои специфические еще особенности, которые развивают эту теорию. Я тоже использую эту теорию, но я пришел к ней сам. А Михаил учит, как изобретать. И он написал много книг в этой области. И в том числе анализировал в этих книгах, с точки зрения ТРИЗа, теории решения изобретательских задач, как вот я пришел к идее струнного транспорта и космического транспорта, общепланетно-транспортного средства. И это тоже помогает нам в работе, потому что его видение того, как мы решили, вот я решил изобретательской задачи, как бы дает мне уверенность, что я все сделал правильно. И это дает уверенность и нашим акционерам, потому что не все верят в техническую состоятельность проекта. Ну, я думаю, об этом скажет Михаил. С удовольствием. Во-первых, я рад вас всех приветствовать. Накануне такого выдающегося праздника, Дня Победы, я приехал в Минск побывать в своем родном городе в эти дни. Я очень рад, что смог увидеть тебя здесь и коллегу здесь и ответить на ваши вопросы. Ну, или вот прокомментировать как-то мое мнение о струнных, скажем так, вообще системах, струнных технологий. У меня опубликовано в России за последние 8 лет 5 книг. 5 монографий. Там целая монография научная. Ну, фактически они все, да. Один, это справочник, а в 4-х в каждой книге есть струнные системы. В каждой книге. Дальше книги мои переведенные вышли в США, в Нью-Йорке. Две книги в нескольких изданиях. Юницкий, струнные системы, обязательно. В каждой книге. Ну, не просто потому, что мы дружим. Нет, нет, ну, разумеется, это я отдельно сейчас скажу. Книги вышли в Германии и в Китае. Частично я в Корее показывал все это. Что действительно важно. Я рассматриваю такие, или такое вот изобретение Анатолия Эдуардовича, как абсолютно уникальное, единственное в своей возможности техническое решение для особенных транспортных систем. Высокоскоростных, высочайшей степени безопасных, очень экономически разумных, экологически рациональных. То есть, здесь сходится очень много выдающихся, я бы даже сказал, социальных, позитивных идей. Я не буду касаться деталей технических, но скажу, что с точки зрения теории решения изобретательских задач, вот ключевые модели, которые лежат в концепции, сначала будем говорить о наземных транспортных системах, они действительно, с одной стороны, просты, с другой стороны, уникальны в сочетании и очень эффективны. Вот смотрите. Мы все бегаем по Земле, условно 2D, в плоскости. Хотя системы монорельсовые и другие, поднятые над Землей, были известны. Но там начинаются другие проблемы. Другие. Вес, надежность, деформация и так далее. Струнная система создает уникальную, единственную такую техническую нишу, которую повторить нельзя. Вот она достигла определенного пика. Пределов. Пределов, да. Пределов техники. Да, техники. Пик технического вот такого развития. Удивительное явление. И техническое преимущество вот этих систем становится радикальным. Очень явно отрывающимся от других систем. Маглив, к сожалению, опоздал родиться. Вот, к сожалению. Хотя и Китай, и Германия. Да, мы даже не будем это сейчас обсуждать. И проблемы безопасности, проблемы ровности пути, проблемы появления вообще на путевой структуре малейшего камешка, не говоря уже о... Кипячи. Нет, я хотел сказать, не говоря о снеге или наледи. Это, ну, пока не устранимо. И это никак не по ТРИС гонять перед, допустим, скоростным транспортом еще чищещую систему. Это просто не... По ТРИС это неправильно. Это невозможно. Вот. Поэтому с точки зрения ТРИС, вот даже в транспортных системах реализуются в комплексе важные, правильные, эффективные, креативные концепции. Вот это очень важно. Космический транспорт я сейчас не буду трогать, но, когда я смотрю, что МАК, миллиардер МАК пытается построить там, значит, такую дугу, летающую между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, конечно, это все интересно. Вакуумная труба прекрасна. Но мы на струнную систему вакуум тоже можем поставить, если не надо. И она будет летать с известной скоростью, так. Но это все будет стоить. Поэтому всякий транспорт должен иметь свою нишу. Нормальную нишу. И та ниша, которую мы можем занять вот в этом нашем творческом и, сегодня можем говорить, бизнес-содружестве, она, ниша огромная. Огромная перспектива. Вот. Это вот что касается креативного контента, эффективности, безопасности, здесь все это присутствует. Ну вот это пока вот в этой части. Михаил Александрович, а как давно Вы вообще знакомы с разработкой, со самим струнным транспортом? Понятно. И вот такой еще вопрос. Когда Вы начали вот в этом разбираться, не было ли у Вас каких-то противоречий в технических решениях? И что повлекло четкое понимание того, что этот проект полностью реализуем с технической стороны? Смотрите. Во-первых, здесь есть один очень важный момент. Каждый из нас работает в своей профессиональной сфере. Если я рассматриваю расчеты и модели, которые делались здесь, и делались еще в такое время, когда о, скажем, коммерциализации и речи быть не могло. Мы жили все в советской структуре, мы делали это на благо общества, на благо, скажем так, цивилизации, громко выражаясь. Мы делали это потому, что мы как инженеры, как специалисты шли к какому-то новому совершенству, шли к новым техническим достижениям, которые переходят на социальную сферу, позволяют объединить и регионы, и народы, и создать новые экологические концепции. Ведь вот это нельзя забывать. И то, что дальше мы все вынуждены были где-то уже после 90-х начать это дело рассматривать как наш бизнес, что тоже нормально, то надо не забывать, что мы начинали с чистых инженерных решений, с чистых инженерных концепций, и там придраться не к чему. Хотя и в те времена, говорят, были спекулянты, но это не к нам. Мы не знаем их, мы работаем и создаем то, что вот мы уже создали, я хочу сказать, Анатолий Эдуардович, я-то ведь, собственно, только специалист по системному анализу, я просто изучаю. Анатолий Эдуардович, это уже отдельно, да, и одновременно. Самое главное, системный анализ. В системном анализе относительно изобретений Анатолия Эдуардовича у меня противоречий нет и не было. Я их видел изнутри, эти технические решения. Инженерные решения, покажите мне систему, в которой не надо инженерные решения совершенствовать, причем совершенствовать постоянно, весь жизненный цикл любой системы. Раз. Второе, в новых поколениях этих же систем два, и в нахождении новых еще каких-то решений, это уже три, это потом. Но сначала надо все это реализовать, поставить и дальше совершенствовать, совершенствовать. Будут всегда какие-то нюансы. Но концепция настолько сильная, что вообще сомнений в ее эффективности, в реализуемости их нет. А остальные сомнения, это финансовые сомнения, да, финансы нужны. Потому и инвестиции нужны. Даже не сомнения, но это как... Нет, это не сомнения. Да, это... Это дело времени. Без наличия денег, и финансы, естественно, не сделают. Сегодня. Это понятно. Сегодня это так. А технически, уже за столько лет проработки, макетирования, в этом экспериментальной участке, которые были, здесь вообще вопроса нет. Вопроса нет. А то, что есть трудности, ну скажем, public relations, прочее, это классика. Это классика, это сложности восхождения в практику решений, которые новые. Причем не просто новые, они принципиально новые. Мало того, они попадают сразу в конкуренцию, так, с очень мощным, традиционным, уже отработанным, что ли, полем. Колоссальная индустрия, попробуйте конкурировать. И он все равно движется и дойдет. Это очень важно. Сделаем. Михаил Александрович, а еще такой вопрос. Как вы думаете, при нашей успешной реализации, на сколько лет вообще вот эта технология придет в мир? Коллеги, это вопрос главному конструктору, во-первых. Ну, вот ваше, ваше видение. Я не вижу препятствий каких-то в течение месяца и года. Это не 20 лет и не 50 лет. Это должно быть... Не можно... Насколько, спрашиваю, насколько придет? Железь дороги уже... Насколько? Да. То, что железь дороги... Железь дороги 180 лет. А в этом смысле? Да, 110 лет. Ну, вы крепкий парень и сидите крепко. Навсегда. Ответ понятен? Да, с точки зрения техники. Отвечаю. С точки зрения техни... Нет, еще лучше. С точки зрения эволюции технических систем, вот это решение на очень большую перспективу, на необозримую, на сотни лет. Альтернативы-то нет. Ведь если мы берем железнодорожный транспорт... С точки зрения законов физики, они же и через 100 лет будут законами физики. Ну, естественно. И физики, и потребностей социальных, организационных, региональных, транспортных. Транспорт... Интернет есть, но транспорт никто не отменил. Так? Поэтому речь идет о ниши, которая сегодня занимается тяжелым железнодорожным транспортом. Возможно, что он частично где-то и останется. Ради Бога. Пусть он будет. Ведь ПОТРИЗ, опять-таки, ПОТРИЗ очень четко есть в концепте. Это сосуществование альтернативных систем. Ну, сегодня, смотрите, у вас бегают атомные ледоколы и бегают парусники. Правильно? Угу. Они есть. Есть много чего такого сосуществования. Они есть от паруси и лошади. Да, есть и прекрасно. Точно так же здесь. Вопрос в том, какую область покроют вот такого сорта линии. Железная дорога, в принципе, не может покрыть такие территории, связать по всем причинам, которые известны нам. В отличие от струнных систем. Струнные системы не имеют ограничений. Никаких, вообще никаких там принципиальных. А никаких. То есть, это как интернет. Вот интернет, когда-то тоже, может быть, смеялись, да, в церкви сделали. Да, не так давно-то, лет 25-30 назад его не знали. Да, то же самое здесь происходит. Сегодня пока железные дороги, да, оно замечательно, пусть они будут, пусть они возят там транспорт, там, да, тяжелые какие-то вещи. Ради бога. И то это вопрос еще баланса. Средне магистральные самолеты, а зачем они нужны? Ну, это мое мнение, может я. Хотя это мнение связано, конечно, с оценкой, вот с анализом таким. Поэтому струнные системы, первое, на необозримую перспективу, в эволюционном плане, они обязательны, они придут. Это естественное развитие систем, ну, скажем так, с колесной парой. Назовем рельс и колесо. То есть эта пара, как ни странно, вот получила абсолютное новое понимание, новую, ну что ли, перспективу жить. И это замечательно, это удивительно, что вот в рабочем органе, вот в этом, так, сосредоточиваются все преимущества этой системы. У меня в книге все это написано. Особенно в последней маленькой, вот, там это есть. Так что, это тот случай, где мы имеем плюс-плюс-плюс-плюс. Кстати, не все знают, что, поэтому я хочу это сказать, что по эффективности остальное колесо и стальной рельс эффективнее магнитной подушкой. Это не все знают. Вот вам специалист говорит. Я даже могу цифру назвать. Вот сделали Транс-Рапид, Симмис, да? Ну да. Они не говорят о коэценте полезного действия, я сам его посчитаю. Вот если учесть все потери, начинают электростанцию и кончая магнитной подушкой, и линейно это двигателем, когда вот такой зазор, там столько потери, потери. Коэффициент полезного действия, где-то 15% в энергетическом. Ну тоже неплохо. 15% а тебе, смотрите, колесо станет. Становка колеса имеет КПД 99,9%. Все невероятно. Почему? Потому что килограммом усилия можно тонну двигать, катить, да? Ну, в общем, да. А разница? Давайте возьмем разницу. Если от 100% отнять 15%, получается 85%. Ну да. А если от 100% отнять 99% и 9% будет 1% десятая. То есть мы 85% разделим на 0% десятую, разница будет 850 раз. То есть стальное колесо эффективнее магнитной подушки сотни раз. И когда говорят, что будущее, светлое будущее за магнитной подушкой, за магнитопланами, за экранопланами, там, как равнолетами, это не так, это не так, они менее эффективны системы. Да нет, не в этом даже дело. Менее эффективны системы, это не разница. Что такое экраноплан, да? У меня в книгах тоже подушка, только она воздушная. У меня во всех книгах описаны экранопланы и другие системы. Там тоже подушка, тут она воздушная, она еще менее эффективна, чем магнитная подушка. Она еще менее эффективна. Экранопланы совсем не для этого. Они в другом месте, другое назначение, великолепная техника. Но она не может конкурировать с этим, это другое. Поэтому очень интересно, я помню эти цифры, довольно интересное сравнение, и я присоединяюсь к этим оценкам, они корректные, все здесь нормально. Я ответил на ваш вопрос. Ответили, благодарю. У меня еще такой один вопрос. Вчера мы затрагивали тему псевдоспециалистов, объясню, с Анатолием Эдуардовичем. То есть сейчас в интернете очень много всяких комментариев, отзывов, что это нереально, что это все как-то... Юнистские знают физики седьмого класса, надену бы веревочку дома и понял бы что-то полное. Да, попробуйте вот так, да это не получится, да тут взлетит, да тут улетит, да тут еще. Вот вопрос-то мой в чем? Вот спрашиваю вас как специалиста, могут ли наши акционеры, партнеры и те люди, которые сейчас смотрят на эту технологию, чтобы стать акционером, те люди, которые приобретают уверенность в этом, быть вообще спокойны за ее техническую реализацию? Ну хорошо, вопрос ваш понятен, так. Я думаю, что акционерам вообще вот очень... я думаю, что акционеры, приходящие сюда, это люди все-таки интересующиеся новинками, инновациями, увлекающиеся, увлеченные. Вот, я думаю, что для всех акционеров было бы интересно все-таки, я сейчас не готов назвать какие именно, но почитать историю некоторых выдающихся мировых инноваций. Там же люди тоже инвестировали, они приходили и, ну скажем так, рисковали. Вот, я думаю, во-первых, я на это ответил уже, да, потому что то, что я рассказал о том, вот, что я вижу внутри этой системы как бы... То есть, еще раз, с технической состоятельностью, безупречностью... Да, а состоятельностью я вообще не говорю. Не, технической состоятельностью. Даже не серьезно. С технической... Нет, как раз критики говорят, что она не состоятельная техническая. Коллеги, вот тут есть одна тонкость. Мы и вы, я не знаю, как вы, я давно уже не обращаю внимания на тролли. Их сколько угодно, понимаете, в интернете. По очень разным мотивам люди начинают троллить все, что угодно. Если мы с вами будем об этом говорить, то мне жалко моего времени. И вашего после этого. Если мы говорим об акционерах, просто нормальных, серьезных людях, которые вкладываются, которые хотят заработать, да, то я могу только сказать, я 20 лет, 20 лет работаю, как бы здесь присутствую, интересуюсь, наблюдаю. Да, мне тоже писали. Но я ответил всем. Но мне писали специалисты. Они пытались как-то это осмыслить, сравнить. Больше мне уже не пишут, я все написал. Сказал коллеги, почитайте, посчитайте, посмотрите, что написано, сравните. Поэтому я считаю, что здесь и речи быть не может о технических каких-то, ну простите, что я так скажу, мыльных пузырях или еще это абсурд. Это нормальная контрпропаганда какая-то, вот такая нехорошая. То есть этого тоже нельзя исключать. Нельзя исключать. Что такая может быть какая-то встречная, нечистоплотная борьба против конкуренции. Конкуренция. Недобросовестная конкуренция. А ее полно. И на своей практике я тоже знаю хорошо. Я не думаю, что стоит больше уделять внимание этому вопросу. Просто не нужно. Работать надо. И строить. И построить. Не сомневаясь. Благодарю вас за ответ. Спасибо и вам. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok